РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СВЕТЛЫЙ ВЕЧЕР НА РАДИО ВЕРА АКТУАЛЬНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из Евангелия от Луки, из 8 главы, где речь идет о женщине, которая много лет страдала кровотечением. И вот она увидела Христа, который шел в дом начальника синагоги, чтобы исцелить его дочь, умирающую. Но эта женщина подошла к нему, тайно коснулась его одежды и получила исцеление. После чего Христос, она этого не ожидала, но он начал спрашивать, кто коснулся меня, потому что почувствовал, что из него исшла сила. А женщина сказала ему, думала, что ее в этот момент начнут ругать, осозналась в том, что она сделала. Но Христос в ответ на это сказал ей, «Дерзай дчерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Здесь возникает вопрос. Ведь эта женщина подошла и коснулась Христа в тот момент, когда этого было нельзя делать. И она не спросила у него на это разрешение. Но он похвалил ее за ее такую дерзость, за такой неожиданный поступок. При этом в христианстве нередко говорят о том, что необходимо смиряться и принимать те жизненные обстоятельства, которые выпадают нам на жизненном пути, в том виде, в котором они есть. Так как же все-таки правильно? Так, как это женщина, или так, как нас нередко призывают себя вести? И где грань между этими двумя моделями поведения? Попробуем в этом разобраться и в нашей студии протерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках. Добрый вечер. Добрый вечер. Отец Александр, как мне кажется, каких-то алгоритмов, наверное, нет, но вдруг они все-таки есть. Вот в этом отрывке евангельском еще говорится о том, что народ теснил Спасителя, очень много было людей вокруг него. И было бы, конечно, совершенно неудивительно, если бы одежду Христову кто-то задевал руками или приближался ко Спасителю, но он почувствовал исхождение силы. Эта женщина прикоснулась к краю его одежды. А надо сказать, что ученики ведь уже к этому времени так настолько окрепли, что старались сами иногда Спасителя ограждать, кого-то не допустить, кого-то попросить перенести свой приход. И Спаситель ни раз и ни два им возбранял это. Не мешайте детям приходить ко мне. И вот эта женщина, она оказалась такой внутренне зоркой. Она пришла к тому, кто единственный мог ей не посочувствовать, а действенно помочь. Она, я думаю, уже была готова через любые кордоны проходить, в том числе и созданные учениками, потому что не на что было больше опираться. Она прикоснулась к одежде крайнего судьи, после которого ей больше не к кому было апеллировать. В этом непосредственности этого движения и содержалась её надежда. Она сделала то, что не могла не сделать, каким-то внутренним инстинктом, почуяв, как ей нужно поступить. И щадит её Христос. Иными словами, здесь и речь шла не о требовании «исцели меня немедленно, любыми способами, какими только хочешь, ты же можешь всё». А это было именно то упование, о котором вы говорите. То есть такая надежда. Такая надежда, за которой была бы после неё бездна отчаяния, если бы что-то не совершилось. Но вот эта надежда, которая не заметила пропасти и перепрыгнула на другую сторону. И это Христос благословил своими словами. Отец Александр, очень часто в жизни бывает по-другому, что человек о чём-то просит, просит Бога, не получает этого и оказывается в той самой бездне отчаяния, о которой вы говорите. А почему женщина смогла перепрыгнуть, и Христос её исцелил, а кому-то Он не даёт ответа на молитвы, хотя люди, казалось бы, по её примеру, точно так же с дерзновением о чём-то Бога просят. А для неё не было даже и мысли о том, что Христос не может это сделать. Для неё было совершенно как-то внутренне очевидным, что в этой толпе есть только один, кто всё может. Он же точно так же, как они, был одет. Он говорил слова, которые нередко могли прозвучать и в синагоге, но только внутренним зрением она увидела его в свете. Люди часто просят, не полагая на Спасителя, окончательное упование, надеясь попутно своими усилиями что-то разрулить, подсказать Господу направление желательной помощи. А её прошение молчаливое, мы же не слышали о её молитве, но её прошение было таким вот всецелым. Я верю в то, что Господь помогает людям, обращающимся со всецелым прошением, не имеющим резервных направлений, просьбы. То есть никакого запасного аэродрома, полагаясь целиком и полностью на Христа. Думаю, что так. И допуская, наверное, ещё и тот вариант, что ответ от Бога, может быть, будет не тем, который нам хочется. Да, конечно. И что с этим делать тогда? Ну, вот классический ответ – принимайте всё как волю Божью. Ну, во-первых, далеко не всё является волей Божией. Иногда стечение жизненных обстоятельств и злых человеческих воль ошибочно принимают за волю Божию, а Господь ещё и не сказал ничего. Богу свои времена и сроки. Господь по Ему только известным причинам отвечает так и тогда, где и когда Он хочет ответить. И ты либо остаёшься в разговоре с Богом, либо обижаешься на Него. Вот обида на Бога – это совершенно даже так житейски бесперспективная позиция. Потому что можно обижаться, конечно, сколько угодно, только это ни к чему не приведёт. Или ты остаёшься в доверительном со Христом разговоре. Но вот мы слышали же в Писании – волос с головой вашей не упадёт без воли Отца Небесного. Значит, мы верим в благость Бога. Мы верим в то, что Он нас не бросит на произвол каких-то вот злых судеб. А раз так, мы попытаемся разобраться в том, что Он нам сказал своим ответом или своим молчанием, и будем по жизненной дороге идти с Ним. Спасибо Вам за этот разговор. Спасибо, Алла. Протерей Александр Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках, был в нашей студии и комментировал актуальные Евангелия. Абрамов, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках,